Сегодня в Чебоксарах прошло выездное совещание по отбору приоритетных проектов для оказания гарантийной поддержки корпорации малого и среднего бизнеса. В рамках совещания работал Совет Ассоциации Региональных Банков, на котором обсудили доступность финансовых услуг для предприятий реального сектора экономики. Во второй половине дня рассматривались проекты, поступившие в корпорацию МСП. Прошла презентация предприятий Чувашии. Там работала наша съемочная группа. Плодотворное сотрудничество между Чувашией и корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса началось в феврале 2016 года. Тогда в рамках выездного заседания Комитета Госдумы было подписано соглашение о взаимодействии между Кабинетом министров и Федеральной корпорацией. Представители малого и среднего бизнеса получили в том числе и возможность участвовать в закупках высокотехнологичной и инновационной продукции. Данная корпорация имеет некий уже определенный опыт. В чем нам интересно с ними работать? Вот этот новый институт позволяет нашим предпринимателям, которые имеют идею, свой проект, в привлечении доступных кредитных средств для того, чтобы создать высокотехнологичное производство, для того, чтобы создать высокотехнологичные рабочие места и от производительности увеличить доходы. Пять предприятий республики по итогам февральского визита получили одобрение и уже в третьем-четвертом кварталах начнут реализовывать свои проекты. Общая сумма кредитов по модернизации и расширению производства более 4 миллиардов рублей. Очень нам импонирует контроль руководства республики и первого лица республики с этими проектами. Он знает их по имену. Для нас это важно. Это важно не столько для нас, сколько для бизнеса. Это вот диалог бизнеса с властью, когда видят, что курирует проект или, по крайней мере, знает на достаточно агрегированном уровне, но знает детали. Первое лицо – это всегда крайне важно. В пятницу на сот экспертов были представлены проекты семи предприятий. Четыре из них – резиденты индустриального парка Чебоксар или в ближайшее время ими должны стать. Это проекты по производству электрооборудования, реле, турбокомпрессоров и автокомпонентов. У многих уже есть договоры на поставку продукции. На данный момент группа «Газ» недополучает от нас около 20% продукции по заявкам, потому что мы просто не в состоянии ее изготовить. Ну и, скажем так, конкуренты наши, ближайшие конкуренты – это Чехия, завод ЧЗ и Борисовский завод – это Беларусь. Представлены проекты и в отрасли сельского хозяйства, строительство комплекса для крупного рогатого скота, создание центра глубокой переработки овощей и картофеля и строительство цеха молочного завода. Общий объем инвестиций в представленные проекты – более 2 миллиардов рублей. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.